Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Лучков. Сегодня мы говорим про смартфоны компании Sony. И это очень хорошо, потому что главные выставки этого года потребительской электроники и смартфонов уже отгремели. Я говорю про выставку CES, которая проходила в Америке, и выставку MWC, которая проходила в Барселоне. Так получилось, что на одной и на другой выставке компания Sony показала разные смартфоны. Поэтому, таким образом, мы будем поступательно вам рассказывать о них. Сегодня мы говорим про смартфоны, которые были представлены на CES 2018. CES 2018 это Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra. Включайтесь, поехали! Sony на рынке смартфонов присутствует уже долго. И главная претензия со стороны пользователя и наблюдателя заключалась в том, что якобы Sony не меняет дизайн своих смартфонов. Отчасти это так, отчасти нет. Если мы возьмем XA2 и XA2 Ultra, то, естественно, по внешнему виду это очень узнаваемое устройство. И вы даже на расстоянии скажете, ну да, наверняка по вот этим вот острым торцам понятно, что это Sony. Но если рассматривать не по верхам, а смотреть вот так вот мелочи всматриваться, то понятно, что смартфоны меняются. Они меняют дизайн. И именно с этой модели уже можно заметить некий тренд изменения дизайна смартфонов Sony, который дальше перетекает в новинки, о которых мы рассказывали на выставке MWC. Я говорю сейчас про покатую спинку, то есть они стали, скажем так, полукруглыми. То есть, с одной стороны, смартфон выглядит очень грубо, классически, даже как-то по-бизнесовому. Несмотря на то, что у него такие веселые расцветки корпуса, он выглядит солидно. Но благодаря вот этой покатости он ощущается в руке иначе. Немножко другой хват отличается от других смартфонов. То есть, может показаться, что он будет впиваться в руку, но сейчас этого не происходит. К тому же, вот эта алмазная огранка, она прям выглядит довольно симпатично. Если вы внимательно посмотрите, то здесь все-таки видна вот эта серьезность, японская серьезность и скурпулезность в дизайне. Что меня удивило в дизайне этих моделей? Дело все в том, что когда берешь его в руку, то складывается впечатление, что это целиком и полностью металлический смартфон. То есть, как будто он полностью сделан из алюминия. Но это не так. Дело все в том, что основа смартфона действительно из алюминия, то есть боковинки. А вот задняя крышка сделана из пластика. Но благодаря вот этому холодному хвату, ты уже не обращаешь внимания на то, что крышка из другого материала. И несмотря на это, сборка потрясающая. То есть, обычно смартфоны, которые комбинируют себе металл и пластик, они немножко хлипкие. То есть, они местами хрустят, скрипят. Вот здесь все прям монолитно собрано. Именно вот этот нюанс не дает вам понять, что это пластмасс. То есть, я первые пять минут сидел, понять не могу, пластик это или металл. Потом беру и так сравниваю все-таки пластик. Элементы управления и все функциональные отверстия здесь довольно типичны для смартфонов Sony и для других смартфонов. У нас остался 3,5 миниджек, которого вскоре не будет в новых моделях, вы это уже знаете. У нас здесь качелька регулировки громкости, клавиша включения смартфона. И хорошо, что есть клавиша для камеры. Отдельно это была как бы фишка смартфона в компании Sony. Здесь она сохранилась. Здесь снизу у нас USB Type-C, отверстие микрофона и отверстие динамика. При том, что здесь очень-очень круто сделана вот эта сетка. Она прям такая жесткая, по ней видно, качественно сделана. И что мне понравилось в дизайне этого устройства, так это то, как сделан динамик слуховой. Тоже минимальное отверстие с такой мощнейшей сеткой металлической. Очень стильно выглядит. Единственное, что меня немножко смутило, так это расположение камеры в обычном смартфоне XA2. Посмотрите, как она расположена. То есть вот здесь все симметрично. Есть расстояние до края смартфона и расстояние до сенсора вот этого, да, сканера вообще-то пальца. А здесь она как будто бы вот прям упирается в конец, как будто бы не хватало места, куда ее поставить. И пришлось прям ее... Ну то есть это моя придирка эстетическая. Конечно же, к работе смартфона никакого отношения вообще не имеет. Ну и что сразу еще бросается в глаза конструктивно, это вот эта селфи-камера. Такого огромного глаза я не видел ни одного смартфона. Она очень широкоугольная, она огромная, но про камеру мы поговорим попозже. У младшей версии смартфона экран 5,2 дюйма с Full HD разрешением. У старшей модели 6 дюймов и тоже Full HD разрешение. Матрица у обоих смартфонов IPS. Что в первом, что в втором случае пикселей вообще не видно. Разрешение очень хорошее. Максимальные и минимальные пороги яркости довольно комфортные. А прикрыто это все великолепие стеклом Gorilla Glass с хорошим олеофобным покрытием, прошу заметить. Кстати, защитное стекло слегка изогнуто по краям. Изначально этого не видно, но если посмотреть под определенным углом, видно, что это непростое стекло. Благодаря вот этой закругленности достиглось такое чувство, как будто по краям вообще экран безрамочный. Сразу хочу обратить свое внимание на качество дисплея. Когда вы берете в руки этот смартфон, то нужно сразу же заходить в настройки экрана и настраивать режимы и калибровку. Почему? Потому что здесь идет самый комфортный режим изображения экрана. Это стандартный режим, но он почему-то отключен изначально от заводских настроек. И здесь стоит изначально настройка, которая звучит следующим образом. Выключить режим без улучшения качества изображения. То есть, когда я взял этот смартфон в руки, я не мог понять, почему он такой холодный. Экран прям холодный, такой жестокий. Как будто, не знаю, зима наступила. Ну, хотя она до сих пор еще не прошла. Но после того, как я переключил на стандартный режим, все заиграло совершенно другими цветами. Нормальные цвета, хорошая цветопередача. Кстати, углы обзора у смартфона тоже очень и даже очень неплохие. Сразу хочу сказать, что фишка этого смартфона, ну и большинства других смартфонов, которые выйдут в 2018 году, является восьмой Android. Эти две модели работают на восьмом Android. И эта операционная система и обновление очень положительно сказывается на работе устройства. Очень быстро работает интерфейс, все переключается молниеносно. Ну и вот эти все фишки восьмого Android, включая хорошую систему уведомлений, специальные функции дополнительные у каждого приложения, контекстное меню. Все это положительно сказывается на современных смартфонах. И смартфоны Sony не являются исключением. К тому же, в этот раз Sony поступили очень грамотно и оснастили эти смартфоны правильным железом. Оба смартфона работают на Snapdragon 630. Это хороший чип для данной ценовой категории, который позволяет запускать на нем даже требовательные игры. И даже имеет задел на будущее. Старшая версия смартфона XA2 Ultra обладает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Обычный XA2, 3 ГБ оперативки и 32 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор у старшей версии смартфона 3580 мАч. Для 6-дюймового смартфона можно было бы, наверное, потребовать и большего показателя. А вот в обычной модели 3300 мАч, и это действительно неплохо. Этот смартфон не ультраобычная версия. У меня проработал 16 часов без подзарядки. К тому же, он поддерживает Quick Charge третьего поколения. И в целом автономность новых смартфонов Sony подросла, прям заметно подросла. С одной стороны, это благодаря восьмому андроиду. С другой стороны, благодаря оптимизированным чипам от Qualcomm. 630 Snapdragon это действительно классный процессор, который иногда дает мне задуматься над тем вопросом. А стоит ли покупать флагманские смартфоны, когда уже средний ценовой сегмент справляется со всеми задачами неплохо. И да, у этих смартфонов есть NFC. И сейчас, наверное, каждый человек, который живет в Украине, где появился Android Pay, да и в любой стране, где есть Android Pay, понимают, что NFC это важно и это удобно. Это вот уже стал стандарт вот такого качества смартфона. Есть NFC, можно рассчитываться при помощи смартфонов в магазинах и супермаркетах. Это классно. Камеры. Во-первых, у этих смартфонов есть оптическая стабилизация. Здесь Sony молодцы, постарались на славу. Да и в принципе они, как производители самых крутых сенсоров, не могли себе этого не позволить. Теперь я могу с радостью сказать, что в среднем ценовом сегменте для смартфона с таким процессором, это, наверное, один из самых сильных фотосмартфонов. Это касается как камеры основной, так и селфи-камеры. Про селфи-камеру можно вообще много отдельно говорить, потому что она широкоугольная, прям очень широкоугольная, чуть ли не рыбий глаз. И вот, наверное, в компании Sony подумали, что важно в селфи. Важно, наверное, чтобы один человек смог сделать селфи групповое, чтобы сделать прям фотографию друзей, коллектива. И даст этой камерой у вас получится. Традиционно для того, чтобы записать видео в 4К формате, вам приходится переходить в отдельный пункт меню. И этот режим подается как отдельное приложение. Собственно, точно так же, как подается отдельный режим AR эффектов, панорамных вещей всяких и прочих таймшифт-видео и фотографий. Ну, в целом, я не знаю, почему до сих пор не вывели 4К видео как стандартную функцию камеры, а преподают ее под соусом отдельного приложения. Не могу сказать, что это прям сильно неудобно, но как-то сидишь, вот ищешь, ищешь, а где же 4К видео? Ага, вот оно здесь в отдельном пункте меню. Ну, ладно, расставка, так-так. И, кстати, эти смартфоны умеют снимать видео 120 кадров в секунду в Full HD. То есть можно сделать очень классный slow motion. Для меня, кстати, как человек, который любит снимать на камеры смартфонов, этот режим является оптимальным. Почему? Потому что 240 кадров в секунду и 720p уже хромает разрешение. Чего уж там говорить про режим 960 кадров в секунду, где рассматривать картинку можно, наверное, только на экране смартфона. Когда перекидываешь ее на компьютер, там прям детализация со всеми, да. 120 кадров, Full HD, золотая середина для смартфонов. Важное замечание. Как вы знаете, сейчас любые компании популяризируют беспроводной тип связи, беспроводные наушники. Это действительно удобно. И вот что важно, даже в этих смартфонах компания Sony обеспечила специальный кодек, который называется LDAC. Это их собственная разработка. И именно с этим кодеком и с наушниками, которые поддерживают LDAC по беспроводной связи, качество звука просто невероятное. Гораздо круче звучит, даже чем пресловутый aptX от Qualcomm. И напоследок немножко синтетического теста. В Antutu версия XA2 набирает 89 тысяч баллов. В принципе, это действительно неплохо. Я считаю, что все, что набирает от 80 до 100, до 110 тысяч, это неплохо. Если учитывать то, что это еще и, скажем так, не флагманское решение, то вообще замечательно. Поэтому вот так. Мне действительно понравился вот этот смартфон по своим габаритам, по дизайну, по звуку, время остановной работы. Здесь все абсолютно хорошо. Мне кажется, что компания Sony начинает реинкарнироваться прям. И скоро начнет набирать обороты. Кстати, недавно я слепил знакомого на улице, кто-то говорит, я купил себе смартфон Sony. Ну, не этот, другой смартфон Sony. И я прям поверил, что люди до сих пор помнят и любят этот бренд. Вот так, друзья, сегодня вы узнали про две новинки компании Sony. У нас, кстати, еще есть загашники, бюджетное решение, которое мы скоро вам расскажем. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, участвуйте в наших розыгрышах, читайте блог Allo и оставляйте свои конструктивные отзывы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok